Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики! Вновь еще это игровой канал Dillon Game, и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровым симуляторам ОМСИ-2. Ребят, за окошком уже весна, такая приятная, на самом деле достойная классная погода, и в игровом симуляторе ОМСИ-2 тоже происходят изменения. Здесь ничего на месте не стоит, здесь всегда что-то появляется и двигается вперед. Находимся сегодня мы с вами на новоиспеченной карте города Самары, и прокатимся мы сегодня с вами по троллейбусному маршруту под номером 4. Вот, так что, кто живет в Самаре, возможно, такой троллейбус вам будет знаком, потому что красочка у нас тоже из города Самара. Так что, пожалуйста, пишите в комментариях, кто знал вот эти вот очертания, вот этого вот замечательного троллейбуса. Моделька у нас называется ZU682G0602. Давайте потихонечку подготавливать наш троллейбус к выезду, уже пассажиры ждут, да и тут уже трафика собралась. Только почему троллейбус отнеет, возможно, он ждет, когда тронусь я. Давайте перейдем непосредственно в наш троллейбус, накопительная площадка. Вот такая вот стандартная компоновка, в принципе, всех троллейбусов ZU. Вот так они выглядят. Так, здесь у меня еще бортовое питание не подано, поэтому свет здесь не включается, но что открывается механическим способом, это люки-форточки. Это все функционирует как и положено, кстати. Здесь есть шильдики какие-нибудь? Что-то я не вижу. Сейчас попробую ракурс. Нет, слушайте, шильдиков никаких нет. Там, знаете, завод имени Урицкого, что-нибудь в этом роде. Нет, ничего нет. Рабочее место водителя. В принципе, всем оно знакомо. Вот таким вот образом попадаем. Мы закрываем вот эту сдвижную дверь. Что меня порадовало? Ахо файл просто закинул. Таблички сами, все маршруты выбираются. Ничего, нигде лазить не надо, ничего менять. Не, там, какие-то файлы открывать, что-то менять. Просто вбил маршрут и все высветилось. Вот такие вот опции. Не знаю почему, зеркала заднего вида здесь лежат отдельно. То есть их опционально нужно поставить, чтобы они появились. Вот, давайте запускать нашего зверя, потому что время-то потихонечку поджимает, пассажиров становится все больше и больше. Ребят, включайте все, что можно включать. БКС, преобразователь, сушитель, аккумулятор. Здесь как-то сразу так сдвоенно все это включается. Так, насос почему не включается? Еще раз попробуем. Ладно, будем надеяться, что у нас будет все работать. Так, почему-то не слышу звуков компрессора. Да, почему-то у нас ничего не работает. Видимо, еще давление в системе не накачено. Так, свет, где дверь, тоже включим. Вентилятор, я думаю, нам в принципе не нужны. Тоже никакие обдувы я включать не буду. Погода, в принципе, у нас отличная, хорошее настроение. Тоже суперское. Вот, так, давление хоть качается у нас или нет? Почему-то я даже не слышу звуков компрессора. Ну, в принципе, рабочее давление около 7. Нет стрелки манометров. Я смотрю потихонечку, помаленечку, но вроде поднимается. Давление растет. Вот, ну, такая стандартная приборочка. Кнопки для открытия и закрытия дверей. Так, отсюда хоть включится у нас наши дворники с этого положения. Вот, наконец-то все заработало. Это снова надо было там аккумулятора что-то пересчелкнуть. Вот, а теперь полностью у нас все работает. Так, давление в принципе в норме. Включаем свет. Вы знаете, что мне не нравится? Вот с этого ракурса спидометра не видно вообще никак. Только что-то там в районе 40 километров в час и больше я ничего не вижу. Вот. В принципе, все. Троллейбус наш готов к отправке. Я думаю, сейчас все тронется с места. Возможно, я еще время чуть-чуть подгоню, чтобы немножко эта пробка рассосалась. Потому что, ну, Самара, город довольно-таки очень и очень крупный у нас. Все готово. Пассажиры готовы. Зрители готовы. И, ребята, мы выдвигаемся. Так, форточку, наверное, все-таки я закрою. Мало ли чего, простыть сейчас очень, в принципе, легко. Вот, включаем режим драйв. И потихонечку выдвигаемся по нашим маршрутам. Самара входит в десятку крупнейших городов России. То есть, это, ну, город имеет население около... Не, около, а даже более одного миллиона. Ну, там, один и один, один миллион сто тысяч жителей. Да, в принципе, довольно-таки это очень такая большая цифра. Ну, и, в принципе, если взять огломертацию, вот эту вот, то есть, где близлежащие поселочки, городки. То есть, люди, которые постоянно там ежат в Самару, то эта цифра составляет около трех миллионов. И это позволяет Самаре приблизиться уже к третьей строчке вот этих мощнейших городов России. Вот. Так что, довольно-таки очень-очень-очень мощный город. Так, третья дверь у нас все супер вообще. Все функционирует, все работает. Так, смотрю, и лампочки даже горят в районе ступеней. Ну, в принципе, в темное время суток вечером, ну, пассажирам будет приятно и комфортно. Такие вот планетарные двери у нас у троллейбуса. Такая вот комплектация очень классная. Ну, что ж, выдвигаемся по нашему сегодняшнему маршруту под номером 4. Ребята, еду вместе с вами первый раз. Возможно, я тут уже катался, потому что карта, по-моему, вышла там, ну, в конце февраля. Ну, будем ориентироваться на контактную сеть. Посмотрим, как реализовано. Вообще, Самара, я уже как выразился, очень большой, крупный, большой такой город. Вот. И там, в этом городе, есть метрополитен. Можно покататься на метро. Можно покататься на трамваях, на маршрутках, на автобусах, на троллейбусах. Так что и на карте, ну, кроме метро, здесь, по-моему, все реализовано. Кстати, вот эта идея в МС-2 еще реализовать метро, чтобы там можно было покататься. Ну, а мы с вами катим по Самаре, знакомимся с этим таким вот замечательным городом. Дороги, кстати, очень широкие, очень большие. Ну, и, в принципе, на перекрестках, где светофоры, трафика тоже довольно-таки очень много. Пробочки немножко такие большие образуются. Смотрю, карманов здесь никаких нету на остановку. То есть, останавливаемся вот в этой правой полосе. В принципе, когда дороги перегружены, тоже весьма не очень это удобно. Обзоры по зеркалам, ракурс камер просто супер, просто все как положено. Вообще, люблю, когда техника подготовлена. То есть, нигде не надо рыться, нигде не надо копаться, чего-то искать. Опять же, с этими вот маршрутоуказателями. То есть, все автоматически, шрифт очень красивый, очень классный, очень здорово. И порадовало, что вот в комплекте с троллейбусом шла вот эта вот окрасочка под названием городом Самары. Очень и очень приятно. Ну, домики такие, кстати, довольно-таки очень-очень простенькие. И такие старенькие, очень что-то напоминает, как хрущевки. Ну, я думаю, что в Самаре можно встретить и новые дома новостройки. Ну, вот, фпс немножечко, я чувствую, проседает. Есть такое, но, мне кажется, из-за того, что очень все перегружено транспортом, трафиком. Я, в принципе, чуть-чуть, совсем чуть-чуть потестировал эту карту, но я выбрал там вечернее такое время, когда трафика было немного. Так, я сейчас не понял. Горит красный, все прут. Может, в Самаре так можно? Я не знаю, ребят, пишите, можно так в Самаре или нет. Ладно, все побежали, и я побежал. Возможно, здесь что-то напутано. Загорится зеленая, и все будут стоять. Машины, кстати, довольно-таки очень классные. Все-таки такие аудюхи в C4 кузове бегают. Очень приятно. Уже, в принципе, такие машины становятся довольно-таки редкостью. Но есть. Но в хорошем состоянии очень-очень-очень-очень мало. Круто, в зеркала все три двери просматриваются. Индикаторы на кнопочках, я смотрю, ничего не горит. Не все пассажиры сели, но это и понятно, потому что... Потому что здесь очень много всяких видов общественного транспорта. То есть и автобусы бегают. Возможно, кто-то ждет автобуса, кто-то ждет другого троллейбуса. Здесь кто-то бросил автомобиль в ВАЗ-2103, по-моему, судя по задним фарм. Бросил вот так вот машинку, оставил и все. Ну, я думаю, длинный штанг нам хватило бы объехать. Даже если бы у нас штанги работали не по Wi-Fi. Здесь вот уже свободно стало. Даже чувствуется по самой карте. Даже легко дышится. Дорога еще такая шире стала. Посередине, смотрите, такая вот разделительная полоса идет, как запасная. Я зачастую смотрел, что в крупных городах эти полосы используются для оперативного транспорта. То есть там скорая и полиция, ну, даже там и глава города. Какой-нибудь губернатор может ехать посередине этой полосы, включив там синюю мигалку. Я думаю, что это позволяется. Ну, вот. Такая, как знаете, резервная полоса. Вот так ее можно назвать. Неразделительная даже резервная. Насколько приятные и классные звуки. Так, слушайте, компрессора, по-моему, я сегодня не слышал. Он работает в этом троллейбусе. Точно, я помню. Звуки там эти. Должны они быть, просто присутствовать. Вот что он делает? Он пи... Ух ты, тормози. А то сейчас у нас будет... Гармошка, тандем получится. Аудюха, изи. О, еще и дверь не закрыл. Так, салончик проветриваю. Мол, выходите на ходу, кто хочет. Так, со светофорами я что-то понять не могу. Опять на красный все прут. Либо, так, либо это, знаете, для... Кто находится в правой полосе. Вот светофор, реально. Кто влево, там и светофоры не писаны. Смотрю, тоже трамвайные пути проложены. Так что это шанс прокатиться на трамвая. Вообще, классный проект. Обожаю такие проекты. Во-первых, это реальный город. Который дает возможность нам познакомиться вот с его вот этой транспортной сетью. Да, и здесь есть возможность покататься как на троллейбусе. Так, на трамваях и на автобусах. Это вообще очень круто. Не знаю, скорее всего, конечно, не все маршруты здесь реализованы. И, скорее всего, я думаю, что это часть города Самары. Потому что, ну, город на самом деле очень большой. Ну, вот, если всю карту реализовать, я думаю, что компьютеры наши не выдержат. Вот, то же самое, как Новосибирск, в ОМСе-2. Ну, у всего лишь какая-то часть реализована. То есть, Москва у нас есть. Она тоже частями там южного округа, северного округа, да. Это, естественно, все частями реализуется. Ну, здесь не уточняется, просто карта называется Самары. И версия, это первая версия. Возможно, я думаю, что проект не будет стоять на месте. Только будет улучшаться, зарабатываться, становиться лучше и реалистичнее. Так, четвертый маршрут, кстати. Ребята, стартовали мы с вами от завода Металлург. Я вот вам там не показал, но сзади реально там такие промышленное что-то было построено. Труба такие, ну, круто смотрелась. Вот, и я-то, насколько я понимаю, едем мы с вами в троллейбусное депо. Там как-то по-английски, английскими буквами все это было написано. Довольно-таки очень тяжело читалось. Севастопольская. И FPS у нас довольно-таки очень проседает. Ну, смотрите, все по-русски, да, и кириллицей пишется. Ну, круто. Очень круто все дополнительно делается, как положено. Так, пассажиры. Ну, пассажиры, наверное, хотят ехать на метро, эти пассажиры. Но метро здесь нет у нас, ребят. Вот. Ну, здесь перекресток очень живой. Я думаю, если трафик на максимум устать, конечно, мы компьютеры этого всего не выдержат. Так, здесь красный горит, и пока вроде бы все адекватно. Четвертый. Так, четвертый поворачивает у нас направо. Запутаться здесь точно можно. Ребята, еду впервые, поэтому прошу прощения, если мы с вами заблудимся в Самаре. Ну, я думаю, найдется кто-то из подписчиков моих. И кто меня обязательно выведет. Ну, я так понимаю, эта фишка реально, кто находится в правой полосе. Эти едут, это стоит. Светофоры вообще не здесь работают или нет? Я пока, слушайте, ни одного зеленого не видел. Ну, все как-то едут. Так, копеечка поехала. Ладно, давайте. Я тут немножко халявлю вот так. Потому что это, ну, может надолго. В общем, на светофоры надо посматривать. Возможно, как-то их работа не снахронизирована. Ух ты, сколько здесь проводов. И куда нам ехать? Так, седьмой, седьмой. Тут, 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 тут. Двадцать первый. Тут за деревьями я ничего не вижу. Да, четвертый, все. Фух, супер. Аж от сердца отлегло. Ну, здесь дорожка уже по уши становится. Слушайте, дома такие победнее. Штукатурка отвалившаяся. Воу-воу-воу-воу. Какой-то печальный такой район. Надо побыстрее его проскочить. Я там к домам придирался. Вот здесь они еще удручающе выглядят. Но зато реалистично все. Ну, детские площадки есть. Благо, с цивилизацией присутствует. Это тоже приятно. Так, остановка на противоположной стороне есть. А в ходу направления нет. Но у нас здесь, по-моему, сразу остановочка будет. Тут сильно не разгоняемся. Ну, остановка очень пустынная. Пассажиров никаких у нас с вами нет. Ремесленный переулок. Вот так называется. Крафтлайн. По-английски. Круто. Ремесленный переулок. Следующая остановка. Крафтлайн. Так, в целом, неплохо стал. Вы смотрите, как все покрашено сделано. Круто. Вот разделительной полосы здесь нет. Такое ощущение, как будто, знаете, свеженький асфальт положили. Но пока еще полосы никакие не нанесли. Так, многоэтажечки уже появляются. Вот это уже довольно-таки очень интересно. Ставропольская. Четвертый прямо уходит. Так, машины. Там вот. Машины едут все. В общем, ребят, я так понял, здесь на всех перекрестках красный горит. Ну, давайте. Ради интереса я остановлюсь. Сейчас посмотрим, что горит на том перекрестке у нас. Такого быть не может. Да, такого быть не может. В общем, со светофорами полная беда. То есть, работа их здесь не сделана, не реализована. Да, везде горит красный. Вот это немножко печально. Поэтому такой немножко хаос творится на дорогах. Но будем надеяться, что уже версия обновится и светофоры нормально зафункционируют. Ну, вот текстурки, вот даже тротуаров мне очень нравятся. Хотя здесь тротуар такой, смотрите, посередине столбы стоит. Как-то пешеходом не очень удобно здесь. И типа таким тротуаром, еще если ехать на чем-то там электросамокате каком-нибудь на велосипеде, это вообще беда полная церковушка. Вау, круто смотрится. Вот это очень атмосферно. По-моему, под 60 я там разогнался. Сейчас, кстати, попробуем руль снять, посмотреть спинометр, как работает. Вот чуть-чуть видно. Можно, в принципе, я думаю, ракурс поменять. Посадки за рулем. Продукты. Очень удобно. Остановка и такой вот павильончик с продуктами. Так, сейчас давайте я руль беру. Так, чтобы у нас приборка была повинна. Очень красиво смотрится. Кстати, Саратов до 91-го года носил название Куйбышев. Это был город Куйбышев. Потом переименовали его снова в Саратов. По-моему, до этого он был Саратов. Потом Куйбышев с 1935-го года. До 91-го. Слушайте, динамика потрясающая на утролейбусах. Очень. Стрелка настолько плавно поднимается к отметке 60 км в час. Как-то сильно я разогнался. Слушайте, без руля тоже прикольно ехать. Ладно, возвращаем. Чтобы было все у нас реалистично. Кинотеатр Огонек. Вот такой кинотеатр с Огоньком есть у нас в городе Саратов. Вообще не знаю, в современном мире кинотеатры пользуются какой-то популярностью. У меня в городе был кинотеатр. Потом вот этот ковид как случился. И что-то там подзависло все. В общем, кинотеатр это самое как-то не закрылся. Вот там театры, да. Это у нас как-то все процветает. А вот насчет кинотеатра, ну, как-то насчет этой индустрии. До этого было, но опять же, если какие-то скидки там были, да, люди ходили на фильмы. А так, знаете, честно хочу сказать, в наших реалиях кинотеатр сходить, там, если с семьей, довольно-таки очень дорогое удовольствие. Потому что, ну, всяких ништяков там купить. А в кинотеатре, естественно, все это подороже. Там напитки, попкорн тот же. Там еще что-нибудь, каких ништяков. Начсы там. Да и как-то не знаю, время такое пришло. Сейчас смотришь на все это, вроде телевизор на полстенки висит, а смотреть абсолютно ничего. А раньше, наоборот, телевизор черно-белый был. Зато было всегда, чтобы смотреть. Как-то вот так меняется жизнь. Непонятно куда. Ну, благо. Есть вот такие старые троллейбусы, есть вот такие классные реалистичные карты, которые всегда дают возможность понастрагировать, покататься вот среди вот этих вот серых многоэтажек, серых панелек. Вот. Ощутить, так сказать, атмосферу города. Вот такие вот еще автоподставщики. Надо тоже за ними смотреть. Что за модой, не понимаю. Перестраиваться и тормозить. Слушайте, трафик такой старенький, но машина прикольная, мне нравится. BMW, Audi всякие, Logan ездит. Блин. Но дорога вообще без разметки, но все понимают, что по две полосы в каждом направлении. А то, что на красный ехать нельзя, не понимают. Интересно. Пешеходный переход так и подкидывает нас. Бывает, что делают пешеходные переходы на такой легкой-легкой возвышенности. У нас тоже это практикуется. Опять же, на таких дорогах, я не знаю, больших... Да, безопасность это, конечно, но все-таки учитывая, если оперативное транспортное средство едет, скорая, пожарная, опять же, не должны снижать скорость. А если на пути нескольких таких пешеходных переходов, там с десяток каких, это уже время. Вот так, внимательно. Ну, слушайте, как красиво тут посередине. Цветы, цветы, цветы. Не, а не ты. Уже не можем их сорвать. Так, по-моему, сюда я иду. А то, а то еду за рулем, пою я тут песни. О, компрессор заработал. Вот текстуры бегают тут. Ой-ой-ой, как они тут бегут куда-то. Запутали, сами не понимают. Ой-ой-ой, чуть остановку не проехал. Ребята, не пойте за рулем. Никогда не пойте за рулем. Иначе можно куда-то... Слушайте, троллейбус-то под завязку забил. Смотрите, что на накопительной площадке у нас творится. Да, и снова седая ночь. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь. Ты все мои тайны. Сейчас опять что-нибудь случится. Я чувствую. Не, настроение нормально. Весеннее вообще хорошее. Ребята, желаю всем вообще хорошего настроения. Вот, чтобы бодренько все было бы. Карта атмосфернейшая просто. Ну, есть моменты, да, которые вот с теми светофорами. Тут разделительные полосы. Ну, я понимаю, объем работы очень большой. Проделан даже на данный момент. Вот, линия электропередачи. Смотрите, как все выглядит реалистично. А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Дразнить Наташку, дергать за косу На самокате мчаться по дв... Ух ты, и самолет стоит! У самолета два крыла А у стакана нету дна Когда всю ночь шумит команда От винта Слушайте, ну, я так понимаю, это кольцо такое сделано? Так, едем прямо. Там контактной сети у нас нету. Тут какие-то магистрали. Тут, я так понимаю, вау, 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 вау. Тут еще все не закончено. Не закончено? Это развязка, это виадуки какие-то? Так, 4К, 4К, 4К нам не надо. У нас четвертый маршрут. Значит, значит, нам сюда. О, магнит. Твои глаза, магнит, у них шикарный вид. Вот вроде что-то и строится, но моментами где-то карта немножечко так и лысовата. Так, четвертый. Все, по-моему, так. Такой павильон стоит, как будто как в воздухе висит. Не, ну реально в воздухе висит. Знаете, вот этот момент мне почему-то напоминает. Трансити. Вот честно вам скажу, реально Трансити. Не знаю почему. Блин, кнопку какую-то нажал. Давайте двери закрывайте. Тут, короче, у меня есть клавиша одна, она все двери открывает. Ее заденешь и сразу можно на ходу прям все двери шлепнуть. Так, вот здесь как-то стрёмно немножко. С текстурками. Так, ну вроде не качнуло. Что-то мне так показалось, что можно провалиться куда-то. Но нет. И вдали снова у нас город, снова многоэтажечки. И очень много. И дорога стала уже по три полосы в каждом направлении. Знаете, вот честно хочу сказать, вот второй город по населению, это Новосибирск, да? Карта у нас была на обзоре. Но Самар помощнее выглядит. Честно вам скажу, вот сейчас я здесь еду. Тут такие широкие улицы, вы посмотрите. Реально мощнее, чем Новосибирск выглядит. Не хочу никого обидеть, но круто. Так, что там бордюр цепанули. Снова на линию я выхожу. Старый автобус, старый троллейбус, свой завожу. Гридрежок, пассажиры несносны. Ставим лайкосик. Поехали. Омси. Все мы приедем в свои города. И не забудем тот рейс никогда. Музыкальный рейс у нас не получается такой. Устроение такое, ребят, прошу прощения. Вот захотелось вот просто карта, троллейбус этот обновленный. Все как-то так в один момент. А думаю, что-нибудь не сочинить такое. Да пожалуйста. А то знаете, уже многие карты заезженные. Там Чистогорск взять. Не, Чистогорск классный. Даже половина маршрутов там, наверное, не проехала по Чистогорску. Там еще кататься и кататься мне. Ну, как бы, карта давно она существует. Это одна из первых в Омсе. Одна из самых крутых наших отечественных карт. Ребята, работают светофоры. Красные. И все едут. Да? Точно. Ёх ты, ёх ты, ёх ты, ёх ты. Ну, а это стоит. Правый ряд стоит. Ладно, я не буду соблюдать сегодня правила дорожного движения. Блин, как тут колбасит. Так. Три светофора. Очень-очень-очень-очень интересно. Два красных, один зеленый. И что, мы теперь ждем, когда третий красный сгорится? Я вот лично как водитель, я ничего не понимаю. Вот сейчас что происходит? Ну да, сейчас красный загорится и все попрут. Авторы, пожалуйста, делайте что-нибудь со светофорами. Так. Сейчас зеленая загорится. Ну, благо посередине машины уехала. Ну, как-то так. Ново-вокзальная. Ну, кстати, у нас даже путевой лист есть. Я его даже не заметил. Но установок очень много. Ново-вокзальная. Ну, в принципе, уже рейс наш подходит к логическому завершению. Как я уже сказал ранее, троллейбус на ЭДП мы должны прибыть. Посмотрим, как оно реализовано, как оно выглядит. Зима, холода, Одинокие дома, Моря, города. Все как будто изо льда. Но скоро весна, Снег растает, и тогда За белой стеной Мы останемся с тобой. Зима, зима, холода. Так, сейчас опять нас швырнет. Зима, холода, Одинокие дома, Моря, города. Все как будто изо льда. Но скоро весна, Снег растает, И тогда За белой стеной Мы останемся с тобой. Ретро-ФМ. Дороги широкие, Но здесь довольно-таки Они очень пустынные. Воу, воу, воу. Что это? Это типа текстурка двора такого? Тихо. Я даже остановлюсь. Я даже остановлюсь. Вот это вот. Прям пасхалочка какая-то. Да, слушайте, Такие текстурки стоят. Блин, круто. Вот это тоже дома новые, По-моему, такие стоят построенные. Либо реновированные он какой-то. Ну, круто. Мне очень нравится. Вот это что-то новенькое. Завод имени Тарасова. Никто не хочет работать на заводе имени Тарасова. Компрессор гудит, заработал. Ну, хоть немножко трафика появилась, Повеселее стало. Компрессор. Кстати, есть такие участки, где можно разогнаться Промежутки между остановками есть Не знаю, насколько реалистичен этот маршрут Так что, пожалуйста, если кто-то из Саратова смотрит Там, ну, пишите, пишите, пишите Рассказывайте, подсказывайте, как вам карта Как все реализовано, как все выглядит Ну, напоминаю, что я думаю, что это не финальная версия Будут и обновления Здесь вот так интересно, как это сделано Так, сделано-то интересно Ол, ол это все у нас показывает Ну, это слово ол, оно тоже может обмануть нас Потому что, смотри, а, там четвертый старт Скорее всего, да, в депо это указывает Ол туда Так, что-то я так не понимаю Что это тут за косячок у нас какой-то Хотя пассажиры все разбегаются Фадеево, Московское шоссе Ну, что троллейбусным депо здесь вообще не пахнет Ну, давайте я проеду дальше чуть Так, пассажиры все разберу Слушайте, сколько у меня их много было Я сам в шоке просто Так, почему-то здесь налево указывают Смотрим внимательно Да, северное троллейбусное депо Ну, понятно, город большой, маршрутов много Троллейбусных депо тоже будет несколько Ну, здесь, скорее всего, наверное, по стандарту что-то реализовано Но очень-очень-очень интересно Их три не закончена Контактная сеть здесь обрывается Ладно Здесь, наверное, следует написать To be continue Продолжение следует, ребят Вот, ну что ж, ребят Вот такой вот рейс Замечательно новая классная карта Пожелаю проекту развития Чтоб на месте ничего не стояло Развивалось бы Там появились новые маршруты Со светофорами поджирался Чтоб немножко организация движения была Было бы очень приятно Потому что на машинке едут как-то хаотично немножко Вот, троллейбуса претензий нет Вообще все круто, все классно Очень понравилось Буря, буря, буря эмоций И к тому же очень музыкальных эмоций Вот, вам, как всегда, ребята Огромное спасибо за просмотр Ну, не забывайте проявить свою активность Всем спасибо, всем пока И до скорых встреч С вами был, как всегда, я, Дилан Гейм